Сегодня собрались здесь, мы граждане России, представители несистемной оппозиции, нацболов, Российского народно-демократического союза. Идем на съезд партии «Единая Россия» подавать обращение к президенту Медведеву. Мы говорим о том, что мы поддерживаем заявленные им лозунги модернизации страны, мы понимаем, что это необходимо, но говорим о том, что нужно сделать, для того, чтобы эти шаги не выглядели пусой формальностью, ничего не значащими словами. Мы говорим о том, что в первую очередь нужно уволить премьер-министра Владимира Путина, распустить российское правительство нынешнее и перестать опираться на партию «Единая Россия», на партию воров, чиновников и коррупционеров, уволить с государственных должностей ее членов. Это подтвердит серьезность намерений Медведева, потому что никакая модернизация с «Единой Россией» испугана невозможна. Кроме того, мы предлагаем ему сделать те шаги, которые помогут наладить политический диалог в обществе и сделают перемены необратимыми. В качестве таких шагов мы бы видели, во-первых, освобождение политических заключенных из тюрем, во-вторых, соблюдение прав граждан России выходить мирно без оружия в соответствии с 31 статьей Конституции на улице наших городов для того, чтобы заявлять в оппозицию, которая постоянно попирается. Вот последний пример – это Эдуард Лимонов, который находится сейчас под административным арестом за то, что просто он вышел на Триумфальную площадь 31 октября этого года. И третье требование – это прекращение давления на несистемную оппозицию, создание возможности для регистрации в качестве политических партий всех сил живых, представленных в российском обществе. Вот такие три шага, на наш взгляд, могли бы поменять ситуацию, и тогда мы поверили бы в серьезность намерений Медведева, и тогда мы, если он готов осуществлять такую модернизацию, то мы обеими руками за. Вот сейчас мы идем без флагов, без символики, мы специально не собирали много людей, просто граждане России идут обращаться к гражданину России Медведеву. Придем на съезд, попробуем туда пройти и вручить ему это обращение лично. Не получится лично, будем стоять, ждать, пока он выйдет к нам, или пока примет обращение кто-то из его помощников, из его аппарата или из оргкомитета съезда. Вот такие планы. Молодые люди спокойно проходили по Большому проспекту Васильевского острова, ничем не привлекая внимания окружающих. У них не было в руках ни лозунгов, ни транспарантов, ни флагов, ни какой-либо символики. Отличить их от обычных прохожих мог только специалист. Кто вам сказал, что разрешается снимать? Журналистам все можно снимать. Закон о СМИ. Где работаете? Покажите, пожалуйста. Работают сотрудники милиции с разрешения этого ДПС. Да, да, здесь ведут Дмитрия. Да, да, здесь ведут Дмитрия. А? Да? Здорово ли, на чем мы вам ответили? Здорово ли, на чем мы вам ответили? Да, я ее задерживаю. Машину. На катом с вами. Сравними-то завезем вас. Да, мы сами дадим. 21 ноября 2009 года, в день проведения съезда партии «Единая Россия», власти Санкт-Петербурга предприняли беспрецедентные меры безопасности. Закон не о СМИ, что они бросили от всего, что поняли. Если бы не регулировать специальное положение к закону. Предъявительный закон, пожалуйста. Все предъявляют свободу. На съемку. На съемку. На съемку. Что значит на съемку? Я, может, здесь природу снимаю. Вы вообще, у вас вообще... Как? Вот, посмотрите, у меня есть... Тогда надо так не разговаривать, понятно? Да потому что вы проверяли пять раз уже нас, когда мы сюда проходили. Сколько можно? Вы так разговаривали? Давайте. Нет, я могу разговаривать нормально. Вы просто предъявляйте требования, которые... ...предъявляются вопиющие. Отсюда это сворачивание? Что такие требования? А еще моим коллегам объясните, пожалуйста, с троим. То же самое. Отсюда мы уезжаем. Ну, вы уезжаете. Здесь снимают, съемка запрещена. А кем запрещена? Кем запрещена? Да. Нами запрещена. Кем? Вами эту кем? Ну, что вы, такой вопрос не слышите. Вам сюда входить нельзя. Он сказал, что федеральная служба откроет. Я не знаю, я сегодня такого не слышал, когда с вами информация, что здесь что-то запрещено. Ну вот, так, понимаете? Здесь режим, наверное, уприняется. Какой режим, наверное, уприняется? Там, наверное, уприняется. Режим на зону. Антон, сворачиваемся. Антон, сворачиваемся.